Я вот что смотрю, одним взглядом таким быстрым, мне не надо смотреть какие-то детали, какие-то тут мелочи и сюжетные моменты. Я все время говорю, что вот мы до тех пор, пока не обладели с вами формой профессиональной, до содержания еще тут далеко. Вот большая ошибка всех, скажем так, дилетантов, начинающих, любителей самодеятельных художников, они считают, что главное в их работе это то содержание, которое они там наполняют. Они туда напихивают литературу, они туда политику, карикатуру, все что угодно. А по форме вещь, она никакая. Так профессионализм-то как раз не в том, чтобы насытить туда политикой, для этого есть политики. Профессионализм не в том, чтобы туда насытить какой-то сюжет литературный, для этого есть литераторы, креаторы и режиссеры. А ваша задача художника, задача дизайнера, формулу придать этому, формулу. Я, конечно, не хочу сказать, что содержание не имеет значения. Оно имеет значение, безусловно. Это два крыла, это два крыла, содержание и форма. Но ваша-то задача первостепенная, это все-таки форма этой вещи. А вот с формой-то мы как раз и хромаем больше всего. И поэтому я считаю, что нам как раз надо учиться формальному в данном случае, вот этому самому композиционному творчеству. Какие бы вы буковки здесь не составляли, там А, В, В, Г, Д, какие бы вы линии между собой тут не соединяли, там веточки, не веточки, там кубики, не кубики, но до тех пор, пока они между собой коряво составлены, неважно там от содержания, от какого они наполнены, что там написывают, но пока они коряво составлены, и вот это вот понимание корявости, скажем так, это как понимание в музыке фальшивых звуков. То есть вот все прекрасно понимают, что, да, вот вы когда поете песню, вы там раз и соврали, там, и неправильно спели, и мелодия не туда пошла, и ритм не так поется. Ну то есть все понимают, что такое значит не иметь слуха музыкального. Вот этого гораздо лучше понимают. То же самое со взглядом у человека. Вот как есть правильный музыкальный слух или идеальный музыкальный слух, точно так же есть идеальный, как бы сказать, взгляд изобразительный. Вот он, к сожалению, у нас, у всех, у многих, отсутствует гораздо больше, чем, например, музыкальный слух. Песни еще как-никак мы петь можем, и фальш мы еще чувствуем. Вот этой фальши в изображении, к сожалению, мы не чувствуем. Вот. Но это беда нашего общего образования, поэтому я считаю, что нам первое, первостепенное, что нам надо, нам надо научиться создавать гармоничные линии. Гармоничные линии, независимо от того, как это называется, знак, портрет, рисунок и еще что-то, гармония, она находится в сочетании элементов между собой. Самые первые азы гармонии, азы гармонии, это простота, недаром говорят, это таланта, да, сестра таланта. Простота, вот не мудрите, вот все мудрят, очень много, вот здесь мудрости при мудрости, здесь много мудрости при мудрости. Первое, и что бы я делал, и вообще может быть упражнение, вот я не знаю сейчас, какое вы сейчас упражнение делаете, а вообще вот упражнение нам надо вот такое вот будет сделать, просто в простом квадрате, компоновать в простой квадрат, не мудрите. Компоновать в простой круг, не мудрите. Это, ну еще какие у нас фигуры есть? У нас есть их, собственно, три, можно сказать, фигуры, ну и как-то варьировать можно еще. В основном, основные вот наши фигуры какие. Все, все, что мы делаем, вот все, что мы рисуем, у нас должно быть сюда закомпоновано. Все, и никуда ничего вылезать не должно. Ну это элементарное, вот такая вот элементарное правило. Почему? Это можно объяснить, это не каприз мой. Я вот все эти требования, которые я излагаю, я их пытаюсь доказывать чисто математически. Почему? Да потому что вот эта вещь, она, ну это будем считать ваш знак, да, или вообще ваш рисунок, ваше изображение какое-то, оно самодостаточное, оно должно быть самодостаточное. Оно не должно быть завязано, ну если не ставится специальная такая цель, оно не должно быть завязано со случайным окружением, именно со случайным. Если вы хотите свой знак завязать с окружением, то есть поместить его в среду, тогда извольте среду показывать, и почему это полетело туда вправо, а не куда-то в другую сторону. А если вы не хотите это завязывать со средой, что собственно и требуется от знака, в данном случае знак, он не должен быть завязан с окружающей средой, он не должен быть завязан с форматом бумаги, например, или баннером, на котором этот знак, потому что знак может быть и здесь размещен, и по центру размещен, и здесь. То есть знак, который вы делаете, как и буква, да собственно, как и любое изображение, за редким исключением, он самодостаточен, он центростремителен. Центростремителен, то есть вот есть центр, и все, что у него есть, стремится к центру. Он от центра крутится. И никуда вы от этого не денетесь. Это естественно. Когда появляется некая вещь, вот подобная, вот я вижу, например, здесь, или вот здесь, которая, понимаете, она не имеет своей внутренней центростремительной токи, какой-то центростремительности. Понимаете, она рассыпается. Вот это простое слово. Она рассыпается. Это полетело туда, это полетело туда, это полетело туда. Вот. У нее нет той, той, того скелета, той основы, той середины какой-то, стержня нету. Вот у этих вещей практически этого нету. Ну здесь мы можем найти. Здесь понятно, к этому нет претензий, да? То есть, обратите внимание, чем проще компоновка, чем проще контейнер, в который вы это помещаете, тем четче работа. Она не хуже от этого. Она не проще в отрицательном смысле, она проще в положительном смысле. Потому что, когда мы делаем что-то вот такое вот, то мы, это мы стремимся к хаосу, да? Мы стремимся к совершенно несистематизированной вещи. Создаем. Но задача-то дизайнера не создавать, создавать не хаос, а наоборот, брать хаос, брать разрозненные элементы и соединять их в нечто, в нечто, в цель, но и е. Вот понятие цельности, оно, безусловно, присутствует в простых геометрических фигурах. А других и нету. Вот. Все они описываются элементарными математическими формулами. равные расстояния от центра. Здесь диагонали, оси симметрии. Все это есть. Даже когда речь идет о несимметричных вещах, о динамичных вещах, о динамике какой-то, то все равно эта динамика, даже если она присутствует, она все равно закомпонована вот в такую вещь. И даже эта динамика уравновешивается, вот количество вот этого темного, оно уравновешивается количеством вот этого светлого, уравновешивается по симметрии. Вы понимаете, что здесь происходит симметрия? Та же самая. Вот, поверните, получается симметрия. Вот, поверните, получается симметрия. Это равно этому, это равно этому. Все равно присутствует симметрия. Как только вы отказываетесь от симметрии, Вы разрушаете систему, вы разрушаете гармонию. Поэтому ваши первые, вы вот особенно, я понимаю, может быть хочется там, чтобы душа развернулась и полетела куда-то там в творческие дали, да, где нету вот таких строгих законов, там нет симметрии, там нету порядка, нету... Ну, во-первых, я заранее скажу, что вы там заблудитесь, хотя я же не могу запретить вам там вот летать в пространстве вашего творчества. Но я вам точно говорю, полетаете, полетаете и вернетесь к простоте. К этому вернулись все, вернулись все писатели, вернулись все художники, рано или поздно. Они долго-долго там блуждали-блуждали все наши авангардисты и мажинисты и так далее. А потом очищали работу до гениальной простоты. Лев Толстой переписал роман, значит, «Свой война и мир» 20 раз. Вот эту вот книгу, 20 раз ее переписал, вычищая, вычищая ее. Понимаете? От лишних слов. Точно так же вы все равно вернетесь к простоте, вы все равно вернетесь к такой идеальной, гениальной чистоте. Поэтому, ну ладно, попробуйте вы вот это вот так вот тут поиграть вот этими разными, разными, разными рассыпанными вещами. Все равно вам захочется собрать это в кучку. Как собирать вот эту вещь? Как собирать вот эту вещь в цельную, единую работу? А вот примерно так. Я вот сейчас вот тут вижу, да, вот другой пример. Все-таки вот где-то вот здесь, вот в этих попытках, вот этих общих направляющих, в попытках найти вот эти общие точки схода, есть уже, есть уже, вот та попытка, значит, создать цельную эту систему. Хотя здесь она тут же разрушается. Вот я могу сказать, что да, вот здесь это завязалось в какую-то более цельную систему. Ну, за счет простого элементарного приема, круг, вписать в круг. Это не так, здесь есть попытка вписать круг, но тут мы легко видим, тут мы легко видим, что здесь эта попытка была сделана весьма условно. То есть круг-то был, а вписать в круг нету. То есть вот если вы сейчас вот эту черную, черный фон продлите сюда, 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 ничего не изменится. То есть круг это условность здесь. Вот то, что здесь внутри написано, да, к кругу не имеет никакого отношения. Это могло быть в квадрате, да, это могло быть вообще само по себе существовать, вот эта вещь. Но если вы, вот давайте, но если вы завязываете ее в круг, так извольте подчинить все линии, все линии вот этой центрострелительной системы круга. У круга есть своя четкая система, да, если вы это сюда вписываете, так уж извольте тогда вписывать эту букву так, чтобы она вписывалась в круговые вот в эти вот, и даже прямые, которые должны каким-то... то есть сделайте это так, чтобы эта вещь в круге сидела, да. Вот она у нас есть. Эти пошли как развитие... Вот это, смотрите, вот это идет, да. Вот это идет как развитие круга, но только поворачивает сюда. Потом как бы я иду этим же кругом, но поворачиваю сюда, и потом опять к ней прикасаюсь. Потом опять от нее отхожу. Потом повторяю, это называется ритм, да, и потом вот эту вертикаль, не вертикаль, а прямую, повторяю, да, ритм поддерживаю. Потом я могу пройти контраст. Потом, вот у нас есть это меня, потом я могу на контрасте другую провести. Вот она сюда, а эта сюда пошла. Вот понимаете, что вот эта цельная система у меня получилась. Вот для этого был смысл завязывать это в круг, то те же самые буквы, абсолютно те же самые буквы. Давайте повторим этот прием. Вот смотрите, пошло, раз, ну, от того, что мы этот наклон выбрали, он может быть практически любой. Хотя опять же, хотя опять же, мы знаем четкое деление, оно придумано не нами. Вертикаль, горизонталь, четыре стороны света, крест, да, еще один крест, 45 градусов. Вот, ну и тут можно делить. Хотя вот они, уже достаточно, и может быть не надо больше никаких наклонов в жизни. Все те остальные наклоны, которые происходят, это уже от лукавого, это уже придуманное, это уже случайное. Вот делала профессиональный дизайнер, что книга, это просто случайно, она у меня тут рядом, вышла книга тут про наших художников. Вот хочется мне ее спросить, вот почему вот этот угол появился здесь? Вот именно такой, видите, да? Вот чем он обусловлен, вот для чего это сделано, никто ответить не сможет, никто. Логики нету никакой. Тут можно придумывать, что руки, они как бы кривые у человека, поэтому она тут ровно и не смогла. Так кисточка там бежит, баба чуть-чуть вверх, якубе вверх. Ну, ну это все наивно. Есть четкая, заданная вертикаль и горизонталь, она заданная. Все остальные углы здесь, они случайные, вот все до единого случайные. И есть не случайные углы, понятно, да? Вот этот есть угол не случайный, вот этот, этот. И может быть еще какая-то градация. Теперь еще, ладно, но захотелось сделать, почему-то необходимо сделать вот этот ливнятный угол. Вот смотрите, он никакой. Вот этот угол, который тут появляется, он никакой. Такое впечатление, даже он еще меньше, он какой-то вот такой, вот нарисованная некая вещь и вот так вот поставлено. Такое впечатление, согласитесь, что это просто небрежность. Что там что-то скособочилось, обличайно, раз. То есть ни то, ни сё, ни рыба, ни мясо получается. Так уж я говорю, ну если ты хочешь создать динамику наклоном, да, ну и создавай ты эту динамику наклоном. Ну чтобы это было понятно, чтобы это было явно, чтобы это было видно, для чего это создано. Причем динамика наклона либо сюда, либо обратно. Вот все помнят, наверное, наш уродливый, созданный к юбилею этот самый логотип Иркутска. Ужасный, который вот такой вот. Здесь ужасно коряво нарисовано статус 300. Так, здесь Иркутск написано. И вот здесь салона такая вот зеленая. Вот я ее назвал сеном зеленым таким. Причем вниз. Ну все знают математику, все знают, все русские как бы люди, мы пишем. У нас движение слева направо же идет, да? А возвышение вверх и движение, любой график положительного движения, вспомните, график развития. Если что-то растет, то вот сюда, да? Если что-то падает и умирает у нас, то вот так падает. Математика, да, функция. Вот они взяли и сделали собственно функцию, ну как бы, да, это не пассивно, это отрицательное вообще явление. Вот сделать вот такую вот линию на знаки чего-либо. Я не знаю, как там у арабов или как там у китайцев. У китайцев вертикально, у них немножко создание иначе устроено. Но у нас, вот у большинства населения европейского, у них, у нас точно все, что идет слева направо, это идет вперед, все, что идет справа налево, это идет назад. Все, что идет у нас снизу вверх, это значит растет. Это даже у китайцев, наверное. А то, что падает, то это и падает. Поэтому для нас это падение. Когда этим тупым людям рассказываешь об этом, они, в общем-то, удивляются, за голову хватаются. Они этого не понимают. Они это ощущают. Они смотрят, но они понимают, что что-то не то. Но когда умом это осознаешь, тогда понимаешь весь абсурд вообще, как бы, вот таких работ. Так вот, возвращаем все-таки эту вещь. Но здесь, слава богу, это у нас какая-то такая, все-таки движение какое-то положительное, да, у этой кисточки задано. Было бы хуже, согласитесь, если бы это наоборот падало. И бабр бы это туда бы покатился, да. Хотя вообще сам по себе вопрос, зачем это, он не имеет ответа. Это, это, я считаю, как бы наив, это, ну, это недоработка, это незнание, наверное, дизайнера того, что он делает. А все-таки дизайнер должен отвечать за каждую линию, буквально. Он должен отвечать, почему он сделал так, а не так. Я не знаю, мне кажется, в 37-м году бы расстреляли просто такого дизайнера за такую эмблему. Ну, а почему нет-то? Он взял и показал, как бы, падение всех наших надежд и так далее. Да еще в зеленом цвете, еще эта солома здесь такая. Его бы спросили обязательно, почему здесь четыре линеечки. Там их четыре, полотки, по-моему, вот так вот. Почему четыре, отчего четыре? Хотя это все должно, это же символ, это же знак, там все должно быть обусловлено совершенно четко. Три этих, пять этих, одна такая, цвет почему такой, почему там цвет, ну и так далее. Это я все к чему говорю. Что вот когда вы делаете все вот эти свои вещи, вот особенно вот такие, ну ладно, может быть для какого-то стеба это и пригодится там. Хотя сегодня его так много, этого такого вот разболтанности такой у нас, что не хотелось бы прибавлять еще этих клякс. Это отдельный разговор про эти кляксы. Вот. Поэтому все-таки я вижу нашу главную задачу и вашу главную задачу на будущее, на всю жизнь, гармонизировать эту жизнь, гармонизировать это пространство, гармонизировать плоскость. Искать эту вот чистоту и гениальную простоту, а не усложнять все до хаоса. Я вас уверяю, упрощать и делать гениально проще, чем делать плохо и необъяснимо, а главное не так опасно вообще. Вот. Никто тебя ни в чем не упрекнет, если ты все это сделаешь в виде круга. А вот если ты это сделаешь в виде какой-нибудь абракадамы непонятного, то начнутся всякие вопросы. Почему так, а почему не это. Поэтому я понимаю. Хотя нет. Я сколько лет уже преподаю, сколько я задаю заданий вот таких вот. Сделать все в круге и все равно в каждой группе, каждый год появляются разные варианты. Если у меня такое упражнение, шрифты создавать из трех элементов, из круга, треугольника и прямоугольника. Ну казалось бы, ну сколько их можно создать? А каждый раз, там я не знаю, 15 лет и все время разные шрифты. И их можно так, ну естественно там есть, конечно, повторы штампованные, но всегда находятся в группе 3, 4, 5 совершенно новых. И в этом нет ничего удивительного. Собственно, в музыке всего 7 нот. Всего 7. Все, больше ничего нет. А все остальное, как говорил пианист, забыл, ну неважно кто, он сказал, что я играю не ноты, я играю паузу между нотами. Вот это вот гениальная такая фраза, что, потому что ноты-то они для всех одинаковые. Вот есть три пианиста, им дают партитуру, например, Чайковского. Они садятся, и там же все написано. Там написано, какая нотка и какая между ними там тональность и все, ритм какой, в каком ключе. То есть, по идее, если дать роботу, если роботу дать эту партитуру, то, вернее, трем роботам, да, то три робота сыграют ее абсолютно одинаково. Абсолютно одинаково. А если дать эту партитуру трем пианистам, они ее сыграют совершенно по-разному. В чем, собственно, и смысл, что люди ходят на концерты слушать одну и ту же музыку? Они слушают не это музыкальное произведение, слушают его интерпретацию, а за счет чего? Он же там ноты-то не меняет, между прочим. Он играет те же самые ноты, абсолютно те же самые. Так вот, как объяснил пианист, я, говорит, играю не ноты, я играю паузы между нотами. Вот там его воля, там его пространство, там он может вот в этих паузах чуть-чуть, вот на этих нюансах и громкости, чуть-чуть громче, чуть-чуть тише, чуть-чуть быстрее. Не меняя закон, заданный композитором, он исполняет ее уже несколько по-своему и уже по-новому, вкладывая какие-то новые краски исполнения. Вот то же самое с кругами и квадратами. Да, круг, квадрат, они у всех, они в Африке, круг, квадрат и треугольник. Но вот, играя между ними, паузы, не рисуя круг и квадрат, где-то, просто круг, квадрат, треугольник, да. А рисуя между ними, я всегда говорю, графика это то, что, не то, что вы рисуете, графика это то, что вы оставляете на фоне. То есть, а рисуя, вот смотрите, что я сейчас нарисовал. Я сейчас нарисовал не круг и треугольник, я сейчас нарисовал вот такую штуку, да. Я нарисовал, например, вот такую, дверь вокруг нее. Если я здесь добавлю еще что-то, то я нарисовал еще вот что. Я рисую не круги и квадраты, я рисую то, что между ними остается. И вот тут-то вы вольны, вот в чем ваше творчество-то проявляется. Круг, квадрат и треугольник у каждого одни и те же. А вот то, что вы нарисуете между ними, это ваше творчество, по сути дела. Вот, и возвращаемся сюда. Вот, собственно, что здесь и требуется. И когда вы крутите этот круг, а в него закручиваете буквы, и крутите вы это по кругу. Вот как ваша рука, я недаром же рассказывал про жест. Вот он жест, вот пошел ваш круг, вы пошли ваши буквы, а рука вас сама поведет. Правильно. И все равно получится вещь. Для этого, кстати говоря, я рекомендую делать упражнения не вот таким вот способом, вот таким вот, да? А все-таки можно стоя, потому что включать сюда вот все свое тело, по сути дела. Вот как вот здесь вот надо с тема делать. Крути. А если еще при этом почти что танцевать, а если при этом еще музыку включить, а если при этом еще свет менять, получится вообще такое шикарное произведение искусства графического, между прочим. Когда линия будет совпадать с музыкой, с моим движением, если бы вместо меня здесь еще стоял человек более пластичный и тренированный, и красивый, то можно было бы всем этим делом залюбоваться. Отнимем эту составляющую музыку, танец и так далее, но оставим хотя бы линию.